В этот хоррорный, ночной, очень холодный и тёмный, беззвёздочный вечер мы наблюдаем курсор, гамму красного с белым надписей на английском языке. Вот эта жуткая музыка создаёт атмосферу хоррора. Сейчас мы будем все бояться. Вступление долгое, но оно того стоит. Потому что я диктор от Бога. И когда есть что сказать, я говорю очень много. Курсор серо-чёрный, серый сверху, чёрный снизу. Надписи кроваво-белые. Белый хорошо контраст даёт на чёрном квадрате. Так же, как и красный создаёт атмосферу ужаса. Хватит! Хватит! Этмосфера ужаса. Нифига не страшная игра. Вот, продолжаем проходить андеграунд. Она такая же тёмная, как её название. Да, кстати. Вот, сегодня Астакова с нами тут рядом сидит. Здравствуйте. И битфунтик. Так, у нас, по-моему, шестой уровень уже прорвались до шестого уровня. Я не знаю, сколько всего. Уже седьмой даже уровень. Да. Седьмой уровень. Уровень номер семь. Седьмой уровень. Очень тёмный сыр. С очень тёмным смыслом. С очень тёмным сюжетом. С очень тёмным поворотом. Боже мой. И со светлой полосочкой загрузки. Да. Так, вроде бы только здесь, на седьмом уровне, у нас добавились окошки. С огнём. Так, сейчас я звука чуть-чуть добавлю. О, пистолет есть. Автомат даже. Патронов много дают. Ну, я уже насобирал. Хотя был и дефицит с патронами. Я не слышу. О, на FPS-креатере играть? Да. Блин. Ми. Ёп твою мать. Как будто пластинку заживало. Да, я тебе покажу потом в предыдущей серии, какие фишки FPS-креатеры добавили. Я был... Удивлён и шокирован. Всё, как солдат бы сразу оживался. О. Ну, это такие изи пацаны. Сделали же движок, на котором может каждый почти играть без усилий. Да, это прикольно. Он простой, но в любом компе почти игра пойдёт. Да. Так. Как лего собирать. Как лего собирать. Таких я не видел. Не видно ничего. А фонарика нету? Нету. Ага. О, типа, спрятался. Какие-то, типа, и другие уже. Да тут много разнообразия. Разнообразие. Так, патроны есть. Это хорошо. Жизни бы не помешали бы. Ага, есть. О. Жизнь взял. Что там я подобрал? Дужай какой-то. О. Дробовик. Ну, дробовик пока не будем. Патронов. Патронов мало. Жизни подобрали. Я предлагаю сделать сухрунение. Так. Троечка. Да ё-моё. Пацаны и руль, там аж свыка заканчивается. Единичка. Ну, чё там автомат? Двоечку. Похоже на МП-5. Ну, блин, звуки как будто с противотанкового ружья стреляют. Ну, там пацаны стоят. А, это вот бензопильщик. Нет, это... Да, бензопильщик. А, он точно? Нет, это с дубинкой. О, в пиасе тоже. Это не бензопильщик. Безвый. Да, таких я не видал ещё. Вот мыкает, он долго очень перезаряжается. Уже в таз успеет дать. А вот и бензопильщик. Ну, ещё добавили такое скриаты. Да, ништяк прикольно. Да, вообще ништяк. Вот это меня прям порадует. Да-да-да, вставай ты оружие! О-о-о! Ой, я могу задом бегать, это хорошо. Да быстрее! Хорошо хоть есть возможность убегать задом. Напоминает Дум. Дум есть, да. Только что-то экшен он поменил. Ой. Ну, я тебя добивать не буду. О! Застрял. Вот ещё один вид багов. А, я не могу ему ничего сделать. Забагало. Презаряди самому, может быть. Ой, я вижу мозги там у него. Уши. Пустые были. Да, это просто залагала текстура. Ну, ничего. Бывает. Так, аптечка, да, вроде бы. Отлично. Делаем сохранение. Так, пятый уровень. И... Ключ. Ключ. Ну да, ты не зашёл. Так, подожди. Будем смотреть. Шмонать углы. Может здесь, где Типовый прыгнул, есть чё-то. Так, ключ. Сейчас будем искать. Да у... Ну, тут в ботинках даже, нифига. В туфлях. Прикольно. Так, где-то мы потеряли ключ. Видимо, значит, он где-то лежит в таком месте, где его не видно. Что я как-то один раз тоже на каком-то, на пятом уровне или где. Он просто в углу лежал, я случайно туда забежал. И подобрал ключ. Сейчас вернёмся назад, у меня есть предположение, где он может быть. Так, тут мы всё посмотрели. Тихо, этих звуков не было в прошлый раз здесь. Воу! Наспугал, напугал. Ещё, ещё есть. Вы чё респаунитесь, ребят? Вы чё напугали? Ты сять назад, идёшь? Ну да. А так, тут-тут-тут нету, да, проход? А, есть вот проход. Не надо назад. Я ещё ключ. Так, погоди. Погоди. Так, вот это назад проход. И тут ещё есть. Вот сюда. Это назад, что? Вот это у нас куда выходит? Вот и назад. Назад. Нифига, не назад я пришёл. Да. Так, вот он, капкан это, ловушка. Она стреляет. Хоть приседай, не приседай. А, она ещё и невидимыми стреляет. А, вот и ключи. Значит, давайте пробегаем. Вот и ключ. Ага. Она там стрелами стреляет, но их почему-то сейчас не видно. Ну, потому что это FPS-креатор. Так, всё, теперь мы знаем, куда бежать. И мы уже зачистили локацию. Так, по-моему, она права. Да, всё верно. Этот тип там и так и стоит на коленях. Это наш лицарь защитный. Да, это отпугивать. Пугало, короче. Окей. Ну что, перемещаемся на восьмую локацию. Я думаю, сейчас... М-м-м, да. Совершенно верно. Не знаю, сколько их всего здесь. И пока вроде без багов. Потому что, ещё раз повторю, на FPS-креаторе есть такое свойство прикольное. Когда ты сохраняешься, а потом игра не загружается и вылетает. Но здесь пока... Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, её нету. Так, нам дают сразу, походу, аптечку. Значит, я сейчас сразу сделаю сохранение. Так, вот так вот сделаем мы. Так, окей, минус. Давно что-то не было у нас локации этих красных квадратов FPS-креаторе, которые дамажат невидимые уронтеры. Я ещё не вижу его. И гаунский, бедный, бедный. Не-не-не, сейчас я загружусь. Охренеть! Ты шо творишь? Не, вы это видели вообще? Чё это за бред? Сейчас у нас дробовик тогда возьму. Сейчас, я с тобой поквитаюсь. Не, такой чувак вполне за босса даже сойдёт. Это хорошо ещё в коридорах. Где ему толком стрейфиться некуда. Ну да. А так это ж вообще... Таких 2-3 нормально было. Да! Да с... Давай ты быстрее. Быстрее. Да, таких пару штук и всё. И могила. Давай там ещё дядя. Дядя! Давай, вантап. Отлично, мозги по стенке. Так, где там дробовик? Сохраняемся, да. Да, вот правило номер один. Почаще сохраняйся. Ты убил его, похоже. Ну точно. Ну тебе точно. Ладно, хорошо. Дробовик хорошо подходит. Для этих целей. Так, почему я иду назад? Я иду за аптечкой. Окей. Ещё темно, ничего не видно. Прилиплости не... Чтобы сзади добро не пропадало. Так. Окей. Так, походу здесь одни скелетоны будут. Нет, они ещё так их не видно. Ну... Сливаются. Так, тут ключей никаких нету. Нет, нету ничего. Опа. Вниз. Так. Давай-ка я... Спрыгай. Ты посмотри, что творит. Негодник, а. Что-то это даже не на дробовик похож, а на какой-нибудь... Кларион, типа, ну... Фамасов. Не, лучше это добавить. Вон он стоит. Ну, стой пока тут. Я тут пока территорию обследую. О, не зря. Не зря иду. Там что-то ещё есть. Так. Что будет тут-то? За угла давай. Опа. Что, ещё дамажа такую? Да быстрее ты! Ну, это чуть не могила сейчас была. Вот отвечаю. Не достаёт он почему-то с первого раза. Зачем перезаряжаешься? Ну, хоть патроны не пропадают. Это есть в некоторых играх. Глюки. О! Кнопка. Нет, это, видимо, тоже какая-то... Ну, да, похоже на кнопку. В виде морды. Ну, я думал, ловушка какая-то. Так, давай, здесь по-любому кто-нибудь есть. Вот, эта тварь стоит тут. Где-то. Так, это вниз у нас. А, понятно, вниз. Здесь... Здесь здесь по-любому кто-нибудь... Это, типа, ты в гробу? Ага. Не, не зря же сюда пришли. Можно открыть его. Можно, окей. Чуть-чуть отсюда лечь, что ли. Ага. Спасибо. А, прикольно. Ну, и херня какая-то, короче. Ну, это, типа, просто... Да. О! Лава, квадрат. Ну, да. Значит, нам надо туда идти, к скелетону. Здесь нас попугали. Так, ты... Ты стрелять не будешь, я надеюсь? А то знаю я ваши приколы. Чего? Ага. В бочке это хорошо, конечно. Так, я маленько заблудился, кажется. Так, отсюда я спрыгнул, окей. Значит, здесь что, путь, получается, сокращается? Да, то же самое. Ну-ка, стрельнем по бочке. Ну, хоть что-нибудь изменится? Что-то с гробами, мне такое ощущение, что надо сделать. Давай подумаем. Или вот эта кнопка, может... Может, стрельнуть в неё надо? Угу. Так, может, всё-таки в лаву прыгнуть? В лаву прыгнуться, наверное. Да, я тоже думаю, надо сохраниться для начала. Так. И ещё раз. Так. Что, давайте? Солдат удачи. Распытаем свою удачу. А! Что происходит? Где секшена не будет? Или это конец игры? Я очень надеюсь. Всё? Всё. Я думал, босс будет последний. В принципе, не тяжёлая игра. Проблемы возникли на втором уровне. И проблемы возникли на седьмом уровне. То есть, мы два раза переигрывали. В общем, такая игра. Ссылка на подобные игры будет в описании под видео от L666. Там все подобные игры будут собраны в один сборник. С вами сегодня у руля был Битвинт. И мега супер крутой я у мамы комментатор Сокол. Ссылочку на его канал я оставлю тоже внизу. А я теперь могу с чистой совестью удалить игру и сказать, что да, я это сделал буквально за час. Потому что серии по 40 минут примерно у нас вышли. Всё. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока-давай.